На этаже цвет зажигается при проходе около лампочки. Сейчас зажгется цвет. Это наш 316 номер на третьем этаже и карточная система открывания дверей. Вот я и дома. А сейчас мы посмотрим быстренько номер. Картины здесь везде полно. Сейчас включу светильник. Очень хорошие люстры. Все удобно, номер просторный. Высокий как-то, кажется, потолок. Он сам по себе невысокий, но за счет потолочного плинтуса он смотрится гораздо выше. Зеркало. Стол. Внутри спрятан холодильник вот сбоку, справа. Табуреточка такая достойная. Панель по стене вдоль кровати и обоих тумбочек. Вот такая зона релакса. Очень понравились. Здесь, во-первых, окна в полынь. И вот такие вот два шкафа купе. Во всех санаториях один шкаф, в который ничего не влазит. То там нету полок, то там нету вешалок. Здесь, смотрите, огромное количество вешалок. Здесь огромное количество полок. И еще один шкаф. Он уже вот тут при входе. Такой же миленький шкаф купе зеркальный. Не знаю, как мне тут показать, правда, так, что ли. Вот я отражаюсь в шкафе купе. Коридорчик нормальный, не тесный. Здесь тоже, кстати, полки и куча вешалок. Потому что во всех санаториях с вешалками прямо была беда какая-то. Санузел, душевая кабина, фен, полотенце. В общем, все. Все, что нужно. Все чистенько, все светленько, все со вкусом. Кафель такой хороший. Нельзя сказать, что он старомодный. Нет, вот такие выбитые цветочки. Не гладкая поверхность, а фактурная такая. Так что советую этот санаторий. Нам понравился. Двери с отделочкой. Сейчас покажу, закрою ее. Вот такая дверь. Есть номера и гораздо лучше, но у нас стандарт улучшенный. И вот минусов мы не нашли. Кулер стоит в коридоре, гладильная доска в коридоре. Все в двух шагах. Поэтому... Все замечательно. Очень много мест, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться старым Кисловодском на картинах. Прекрасные диваны, мягкие, удобные. Ну, а люстров здесь каких только нет. Я иногда хожу и просто люстрами любуюсь. Также очень много цветочных композиций. Ну, и вот такой вот переход. Здесь искрится и сияет с новогодними украшениями. Вот так выглядел источник. Ну, это Кавказский горный орел знаменитый. Так же для питья воды установлены вот такие столики. Они на протяжении всего этого перехода. Цветы ухожены. Цветов море и нигде нет ни одного желтого листика. Я вообще не нашла вот за пребывание в этом санаторий ни одного минуса. Для себя не отметила. Также вот говорю о том, что ни одного неухоженного, не политого, необработанного растения нет. Все растения на замечательное себя чувствуют. А это на картине знаменитая колоннада. города Кислородска. Вот так она выглядела. А в прошлом и другом сейчас мы идем с вами потихонечку движемся в холл. Я хочу сказать о том, что елок в этом санатории я сначала начинала считать, потом уже бросила. Елок несметное количество. Просто на каждом этаже, у каждого лифта, в каждом переходе, перекрестке все наряжены разными недешевыми игрушками. А сейчас я вам покажу прокарии здесь сделаны вот такие. Смотрите. Смотрите. Ну, а это я. Хочу сказать, посмотрите, какие лампы, посмотрите, какие люстры. вот сейчас они горят и не фокусируются вот эти медузы огромные. Вот в этом поле 6 штук. Также лампы. Все такое стильное. Все такое необыкновенно красивое. Это струи лобби-бар с музыкой. И хочу вам показать цветочные композиции. Смотрите. вон еще тоже, видите. Ну, я захватил цветы живые. Вот хотел вам тут показать камин. вот такой вот и золотой кисловод Виктория. Чудо-фонари. Ну, вот здесь еще. Ну, а вот опять елка. Ну, а здесь Рождество. Вот так вот чудно украшено. Стоят настоящие живые шуи. и Таинство рождения Христа. Сон рисует шум. За окном тоже все красиво. Не меньше светится, чем внутри помещения. Посмотрите. Все сияет и в экстерьере. ЖД-вокзал города Кисловодска. И сейчас покажу мост. У меня есть фотография прошлых годов. По-моему, 4 года назад я сфотографировала на этом мосту. Это другой холл. Здесь шикарные ковры. здесь у нас готовится сейчас концерт. Начинается концерт. Скрипок закончился. Сейчас будет концерт. Еще один классный. Вон еще елка у нас светится. Люди в ожидании. Здесь столько всего какого-то нового, нестандартного, интересного. Даже подсвеченная лестница на столовые. Ну и здесь вот охрана, экскурсии. Еще один раздевалка. Хочу вам сказать там за белым диваном. На заднем плане темнеет. Это вот раздевалка. То есть ты зашел с улицы, тебе не обязательно бежать в номер раздеваться. Ты разделся и пошел в столовую. Малость, но приятно. Это уже другой зал столовой под свечем. Так вот это и боулинг, которым мы сегодня сможем. Были и я ему проиграла 100 очков. меткость у него конечно на высоте. Ну и захочу пальмы монстера огромные зеркала такие знаете театральные как в театре громные до потолка зеркала и еще одно и хочу вам показать люстры этого этой рекреации вот такие вот люстры. Сейчас поднимемся еще к столовой и я покажу вам там люстры. Сейчас мы поднимаемся в рекреацию столовой здесь у нас зимний сад небольшой и вот такие вот люстры в стиле таких сталинских времен так они выглядят там они дальше горят это кинозал где проходил сейчас концерт скрипачей и виолончели это красный зал рубин столовая хочу вам показать дипломы в этой столовой везде заняты первые места во всех конкурсах здесь у нас бильярд и завтра мы с Олегом хотим сюда идти очень чумно и тач чудо липс утюг лав об листом и также здесь имеется центр детского досуга бектарника называется вот так двери и сейчас мы посмотрим что же нас тут ждет такие чудные елки подарки это для родителей наверное ожидания и вот такая малышня друзья с испытателем копается копается совсем маляно есть интересно что там дальше сейчас глянем там что-то есть еще наверное возраст побольше посмотрим что у нас тут на ужин есть вот а тут у нас вкусности всевозможные сладости какие хочешь кофе машин с возможными хлеба всевозможные кукурузные гречневые монастырские на любой вкус ну и первые блюда три вида блюда вот это новогодняя елка где проходили ночные гуляния народ прогуливается не спеша сегодня 1 января народу конечно мало все отдыхают после бурной ночной новогодней ночи а это уже отремонтированная отреставрированная нарзанные ванны они были на ремонте и вот открылись очень хорошо смотрится сделанный ремонт снаружи ну надеюсь и внутри но мы там не были у у нас свои ванны в своем санатории и слева у нас торец питьевой галереи это торец с белым балкончиком а сама она длинная большая такая нарзанные ванны а рядышком вот тут кломбочка и посмотрите биола она совершенно не хочет чувствовать зиму продолжает цветение как будто на дворе весна так приятно как ты необычный сразу отдачи вспомнила увидеть этот цветочки живые яркие веселые и как-то очень захотелось в душе скорее бы скорее бы наш май и и мы все выбрались на наши любимые дачные участки но а это я снимаю специально для цветочниц для нас девочки посмотрите как здесь прекрасно себя чувствуют розы у них еще зеленые листья и им совсем не холодно как наших краях а еще я хочу вам показать эту клумбус декоративной капусты сейчас я на нее быстренько добегу здесь три цвета декоративной капусты это розовая фиолетовая и белая посмотрите как она чудно украшает зимний кисловодск прелестные только ну а это девчонки хочу вам показать как у нас в январе месяце в кисловодске цветет анютины глазки как у нас цветут анютины глазки посмотрите живые цветочки чуть-чуть были прикрыты снегом они вот такая красота хочу вам пожелать приехать в этот санаторий виктория отдохнуть вы получите массу положительных эмоций от лечения и от питания и от интерьера числе и все на высшем уровне мы пятый год ездим и вот чучу первый санаторий который мне настолько понравился совершенно не к чему призраться я наоборот нахожу какие-то у них тут изюминки такие малость как говорится приятно шведский стол да не просто на высшем уровне набирай конечно сколько хочешь красный никогда тарелка не будет стоять долго возле себя тут жена убирается все на ресторанном уровне никакой толчины столов не много стулья удобные никогда не стояли на лечении в очереди не в один кабинет вот никто не получил голоса все доброжелательно так что всем советую приехать на кавказ и посетить санаторий кавказских минеральных вод виктория ну а на сегодня все вы были на канале ирина как картинка и я рада общаться с вами а